Всем привет, с вами канал Крэйф Лайф и я ведущий Пётр. И сегодня мы с вами рассмотрим велосипед от компании Аликс 770. Это стальной китайский велосипед. Он создавался для девушек и парней, возрастом от 14 лет или ростом от 150. То, что он китайский, это неплохо. Почему-то потому, что он довольно доступный в цене. Сам велосипед весит 13 кг. Ну, давайте осмотрим его технические характеристики. Как мы знаем, самое главное в велосипеде это его рама. Здесь она сделана из хайтена. Это сталь, которая очень лёгкая, но и недорогая. В велосипеде установлена комфортная сидушка от этой же компании Аликс. Сделана из кожзама. Такой мягкий, приятный на ощупь материал. И очень красивые раскраски. Также из аксуаров установлена телескопическая алюминиевая подножка, которая убирается назад и не мешает самим педалям. То есть, если назад крутить, то видим, у нас педалька ходит намного дальше. И так же легко, наступив ногой, она выдвигается. На рулю установлены переключатели от компании Shimano на 21 скорость. Это комбо-ручки. Что такое комбо-ручки? Это когда сам переключатель, монетки переключателя, находится вместе, скомбинированно с ручками тормозов. Это упрощает конструкцию и просто удобно. На заднем колесе установлен переключатель от компании Shimano, модель TZ. Это старая модель, но считается вечной и очень лёгкой в управлении и в настройке запчасти. Это вот эта вот часть. Установится такое переключатель на ось. Грубо говоря, на обычную раму, даже на тот же самый велосипед Урал, такой переключатель подойдёт. И очень дешёвый. То есть в ремонте будет недорого. Так же, как и передний переключатель от той же модели Shimano Tourney. Неприхотлив, хорошо работает. Ну и в принципе, за такую сумму больше и не надо. Сзади установлена трещотка на 7 передач. Выдерживает до 90 кг велосипедиста. Цепь от той же компании и стальная система шатунов на 3 звезды с пластиковым кожухом, который защищает вас от зажёвывания штанин вот этой частью. Грубо говоря, защитой. Пластиковые педальки травмобезопасные, световозвращателем. Почему травмобезопасные? Ну, вот, к примеру, когда катаетесь на велосипеде, бывают случаи, когда у вас из-за дождя или мокрая, допустим, обувь, соскальзывает башмак и вот этой частью, педалью, ударяется по задней, ну или передней части ноги. И, соответственно, очень-очень больно. Есть остальные, то можно очень сильно поцарапаться или травмироваться. Это нам не нужно. Минус в таких педалях то, что они могут при падении или задевании бортика, бордюра какого-нибудь, они могут расколоться. Как на переднем колесе, так и на заднем. Установлены тормоза тип V-brake. Это ободные тормоза, которые при нажатии на ручку тормозную, они сжимают колодки на ободе и велосипед при помощи этого останавливается. Это примитивная, но довольно дешевая конструкция, которая используется и до сих пор. Такой тип колодок лучше в том, что они очень легкие и меняются очень просто. Даже можно не заезжать в сервис и настраивается так же очень просто. То есть, если тут болтик с этой и с другой стороны, когда вы закручиваете, то колодка, в нашем случае, если когда вы закручиваете, начинает отъезжать от самого обода. Если вы откручиваете, то наоборот. Ну и с другой стороны тоже самое. Так и регулируется. А регулировать здесь, то есть натяжку тросика, это либо просто раскручив вот эту гайку и натянув тросик, либо на самом руле вот этим вот барашком, то есть раскручивая его. И еще большой плюс именно таких колодок, это то, что сами они стоят от 100 рублей. Также на велосипеде установлена 80-мм пружинно-ластомерная вилка, сделанная из стали, того же самого хай-тена. Ее хватит вам на 2-3 года, если же вы ее будете правильно смазать. А смазывать правильно смазать вилку и цепь, вы сейчас видите ссылку сверху, справа на экране. Грязевая резина от китайского производителя с очень злым и мощным протектором, чтобы кататься по бездорожью. То есть, элементы на покрышке созданы, чтобы кататься по грязям. То есть, отлично чистятся они сами по себе, когда вы выезжаете, допустим, на грунт после грязи, слетает с них грязь очень хорошо. И, в принципе, в середину довольно будет неплохо катить по асфальту, то есть, по ровной дороге, давать неплохой накат. Но, опять же, на такой резине сильно не разгонишься, она, во-первых, еще и шумная. И, кстати, не воняет, что очень-очень хорошо. Как и задняя, так и передняя стоит втулочка от компании Шунфинг. Это втулочка на сепараторных подшипниках, которая будет очень долго служить. И, в принципе, очень-очень просто перебирается. То есть, дома можно это даже самому, опять же, сделать. Обода на этом велосипеде установлены двойные. Это очень хороший, прочный тип ободов, который будет защищать вас от бордюров, то есть, от восьмерочек. В противном случае, если даже вы на таких колесах поставите восьмерку, их можно спокойно в велосервисе исправить. Ну, а такой мы с вами китайский велосипед от компании Alex Model 770 рассмотрели. А с вами был канал Крэйф Лайф, я ведущий Пётр. Обязательно подписан наш канал. Подписывайтесь на группу ВКонтакте, жмите колокол. Всем до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok